Мы сейчас подъезжаем к Дебайцево, находимся на подъездах к какому, он сказал, Минскому блокпосту? Да, в Минске, да. Да, в Минске блокпост, это последний, собственно говоря, блокпост на этой трассе. Что думаете, когда вся эта история с котлом закончится? Сколько им еще там осталось? Я не знаю. Надолго? А вообще, два дня еще будет долгонький. А котел сколько? Котел тоже будет долго сидеть? Котел, не знаю, если они захотят сдаться, ну, наверное, я думаю, быка у них кончится, и они сразу за вас сдаваться. Но они уже сдаются. Кушать нечего будет, нечем будет стрелять просто на 8-м. Им условия дали от безвыхода. Давайте оружие, выходите, идите к своим семям. В данный момент мы находимся примерно километре к западу от блокпоста МИУС. На трассе, которая ведет в Дебайцевский котел блокпост МИУС и место, на котором мы находимся еще с утра было в расположении украинских войск. Выбили их отсюда утром. Там сейчас сюда подошли ополченцы, казаки. И в данный конкретный момент здесь практически заминированы все обочины, то есть как бы очень много оставлено подарков разнообразных. К сожалению, да, очень много убитых, но это преимущество украинской армии. Это все очень-очень тяжело наблюдать. Буквально 3-4 часа назад здесь шел такой бой. Обстановка в Дебайцевском котле в данный конкретный момент находится практически полностью под контролем ополчения. Группа пленок продолжает, по информации полученной от ополченцев, выходить. Но тем не менее продолжается арт-обстрелы, как вы сейчас слышите, работают граждане. Посмотрим, что мы увидим в течение следующих 10 минут. Какие дела. Еще вчера эти позиции, сегодня, точнее еще эти позиции 2 часа назад, 2-3 часа назад отбили украинских силовиков. Это все укропом скоте. Вчера мои танкисты. Я начальник штаба танкового батальона. Понял. Вчера здесь бновили в бой. Это все мои танкисты. Это все вчера его. А, и бабуля внутри. Е-мое. Вот это да. Сколько они... Потери республиканских вооруженных сил при штурме этого блокпоста по технике равняются нулю. Командир подразделения, который штурмовал этот блокпост, несмотря на очень тяжелый бой, о чем свидетельствуют лежащие везде и всюду, ну, чехлы вот, РПГ-18, муха, вот, и куча подбитой украинской бронетехники, вот, не потерял ни одного танка и ни одного БМП. Бой, говорят, был исключительно тяжелый. Как мы видим, все блинтажи раскатаны, а паниры уничтожены. Вот, и... Люди, которые принимали участие непосредственно в этом бою, говорят, что такого тяжелого боя у них уже не было несколько месяцев. Еще один бой! Ну, что... Не порой здесьrandom. Ну, что у всех есть? Раз odd. Стоит скороеля, да? Конец. Ну, что я говорил. Так. Послед framing стоит сентяне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще гремел бой в сторону Дебальцева Наступали войска Луганской и Донецкой Народной Республики Субтитры сделал DimaTorzok Некоторая техника еще дымится, догорая Вооруженные силы Украины потеряли очень большое количество бронетехники на этом маленьком пятачке на шоссе Одних только танков Четыре штуки Минимум 4 БМП Два подбитых БРДМ Несколько транспортных машин Бой был тяжелый Два подбитых БРДМ Украина Два подбитых БРДМ Два подбитых БРДМ Раненых прикрывают собой, потому что танкисты вообще герой. Раненых оттуда вывозили. Прям заехали сюда, покрутились. Рассказывай! Расскажи, как бой начинался, откуда вы зашли? Мы заехали по дороге. Сколько было у вас танков? Одним танком. Одним танком? Да, оттуда другие танки наши шли. Вот заехали мы, чуть-чуть. Поработали, уехали, зарядились, опять заехали. Короче, мы четыре раза сюда заезжали. А потом раненых. Откуда вы, если не секрет? У меня, я из города Шахтюрска. Мои родители находятся уже в занятой нами территорией. Слава Богу, в августе месяце прошел там хороший бой. И сила моего ДНР. Укропы были выбиты, разбиты. И теперь взял АЮ из АТОЖУБЫ. Моим родителям никто назад не вернулся. Понятно. В Киев пойдете? Конечно. Дойдем туда, куда нам прикажут. Будем идти и освобождать от всех укропов тех, кто нас попросит. Понятно. Как вы относитесь к регулярной армии призывникам? И как относитесь к добровольцам, правовому сектору и прочим территориальные батальоны, которые могут здесь воевать? Как ваши отношения? Ну и тех, кто добровольно идет. Конечно, это нехорошие люди. Сказал бы на них матом, но не буду этого делать. А тех, кого загоняют как мясо, это, конечно, нехорошо с их стороны, с их правительства. Мы приближаемся к передовой. В данный момент проходим по мосту, который был заботливо заминирован украинской армией. Саперы произвели работу, но не все взрывные пакеты удалось на данный момент снять. Но обезвредили их, слава богу, полностью. И вот уже впереди, вот там, где мы видим нашу стоящую технику, видимо, седьмой мотостолковой бригады ДНР. Там передовая. Еще вчера здесь был гебальтистик котел. А уже сегодня он подвинулся еще на несколько километров вперед. Ебануться. Как мы видим, бой постепенно откатывался в течение сегодняшнего утра вдоль подороги. А то и дело мы встречаем брошенный боекомплект, неразорвавшийся выстрел от посольных гранатометов. Выстрелы кумулятивные от РПГ-7. Цинки с патронами. Коробки с патронами 7.62. Безумное количество осколков, стрельных в гельс. Следы траков. Постепенно оставшаяся на этом блокпосту бронетехника. Вот, пожалуйста, еще один неразорвавшийся увок. Даже мятый. Постепенно отходившая с водпоста, оставшегося за нашими спинами, украинская бронетехника раз колошматила эту дорогу траками. и вернулась обратно в котел. Честно признаться, не самое дальновидное решение, на мой взгляд. Попытка утянуть. Ух ты что, твое! Ух ты что, твое! Опять же, мы сбираем с внешней границы Борисовского котла забираем украинскую технику. Ну и вон нафиг! Мы придем этих бить и били, бить будем дальше. А мама, скоро я буду дома. Позывной свой скажешь? Или имя? Гилбар меня. Позывной Гилбар. К сожалению, нам так сегодня не удалось попасть на самые передовые позиции, которые находятся полутора километра дальше по этой трассе, ведущей на Харьков. Там разгорелся стрелковый бой, и бойцы 7-й бригады решили, что, наверное, нам туда ходить не стоит. Поэтому наш репортаж о ситуации в Дебальцевском котле мы заканчиваем на фоне этой сгоревшей техники, которая еще долго будет стоять здесь как напоминание о том, к чему привозит война.